здравствуйте уважаемые гости и подписчики канала семейная экоферма и просто птицеводы со всех стран всего мира сегодня хочу поговорить с вами о индюках это очень интересная гордая красивая птица которая подкупает своим внешним видом скажу вам по секрету если вы заведете эту птицу то придя вам в гости люди первые на кого обратят внимание в вашем дворе это будет естественно индюк потому что мимо пройти пройти мимо вот такого вот красавца это невозможно индюки сразу скажу обладают очень непростым характером как вы видите вот сейчас на видео они рвутся к индюку который зашел за сетку туда спасаются от них не его только что гоняли это с прошлогодний индюк старый а это вот малышня им которым по 7 по 8 месяцев где-то здесь уже многое продал вот осталось 4 характер у них очень не спокойно честно из личного опыта если их обидит там петух допустим или у так кого-то из никто ему не поздоровится причем не только обижены его будет гонять а вся стая индюков течение наверное часов двух пока он где-то не спрячется они очень мстительные злопамятные очень непростой у них характер если честно был у меня случай когда дрался индюк когда кидался на человека на меня бросался ну не из приятного если честно особенно если есть дети то очень даже опасно вот такие случаи это единичные случаи очень мало было честно мне буквально там два индюка за все время сколько я вы развожу индюков вот занимаясь этой птицей вот два таких было дурных по выращиванию молодняка сразу расскажу вам ничего особенного не пугайтесь я не знаю когда люди говорят что очень сложно вырастить индюка но это неправда просто нужно запомнить как на мой взгляд опять же все отталкиваюсь личного опыта три главных правила что ли это первое это отсутствие влаги если индюшонок попадает под дождь или на росу там первый месяц жизни то это для него чуть ли не не смертельно очень сложно его потом будет выходить он второе это отсутствие любых малейших сквозняков птица очень боится сквозняков потом начинается конъюнктивит у них опухоль в глазах и т.д. и т.п. выделение слизи с носа с глаз это все от сквозняков от простуды так что лучше держать в таких закрытых помещениях день не будет проходить ни малейший сквозняк не какой-то ведь ветер особенно ночью ну и третье это стерильность помещения они очень любят чистоту они очень восприимчивы к разным заболеваниям которые там прячутся в навозе в этом всем бактерии вот эти все индюки к этому очень восприимчивы поэтому я содержу первые два месяца индюшат на сетке это лучше всего но естественно температурный режим в первые сутки должен быть больше 30 градусов в любом случае лучше 35 это сутки наверное 3 потом уже сбавлять но опять же в первый месяц не меньше 20 покормление в первые сутки яйцо кукурузную крупу крупу даю ну и первый месяц кормлю сугубо на старте с добавлением творожка обезжиренного это очень и не любят а потом уже свою дробленку даю свой корм сделанный своих домашних условиях ничего особенного покормлению не надо кроме так как зелень очень много очень большое количество зелени съедает эта птица некоторые я знаю выращивают без зелени но если есть зелень то птица кажется как по мне дорогие более естественно с очень красивым с красивым пером зелень очень много дает индюкам они очень любят и после двух месяцев я выпускаю индюшат на выгул у меня там целая плантация люцерны они с большим аппетитом и удовольствием пасут ее поедают очень она им нравится она сочная особенно весна вот это май июнь очень они любят все наверное знают кто не знает расскажу что индюшки являются прекрасными мамашками как по мне это один из самых лучших вот живых инкубатором инкубатором скажем так со всей птицы вот ну может мускусная уткой то не все вот индюшка вот очень редко когда бывает что индюшка плохая там наседка или плохо водит индюшат они прекрасно следят за своим потомством не дай бог какой кот или же собака или еще что то она летит очень бесстрашно то есть материнский инстинкт очень хорошо у нее развит очень хорошо защищает своих деток ну с минусов в этих этой птицы не знаю могу сказать только что что вот тут такая она неспокойная постоянно бегают орут индюки постоянно вот это ну вечно в движении очень активно так скажем если у вас какие-то деревья будут там во дворе на ваш этом плантации где будут жить индюки на вашей там земле так скажем то они в любом случае будут садиться вечером на дерево если мне обрезать крылья то они не пойдут спать там в курятник в сарай они останутся на дереве они очень любят спать на свежем воздухе очень любят гулять очень много им пространство нужно желательно конечно в игула чтоб были бы как по мне когда смотрю у людей они там в помещении грубо говоря два на два то жалко эту птицу она такая свободолюбивая по весу опять же у меня птица беспородная если брать вот 7-8 месяцев вот этот индюк который вот рябенький такой он где-то килограмм 9 вот те белые поменьше где-то по 8 в любом случае им 7-8 месяцев то есть особо я знаю что у людей бывает вот там кавказская порода там еще есть породы черные такие черные канадские у меня был индюк которым было 15 килограмм реально очень большой ну вот такие вот простяки если хорошо кормить то до 10 10-11 килограмм индюк будет грубо говоря у меня вот так где-то но вот этот может вырастет еще по боку ну наберет массу больше вот этот который рябый прошлогодний индюк серый я не знаю в нем килограмм тоже сейчас 10 10 с половиной надо его взвесить будет они к нему рвутся индюшки 45 килограмм не больше то есть обычные деревенские индюки не больше не меньше был меня опыт когда у меня 150 индюков вот тогда конечно посложнее следить за и за ними прокормить их ну птица пользуется спросом мясо очень вкусное мясо диетическое белое вот наша семья больше всего любит индюшиное мясо я уже не раз повторял своих видео что птица интересная начинающие там птицеводы не пугайтесь когда вам рассказывают ничего сложного в разведении индюков абсолютно нет вот придерживаться там главных правил и абсолютно никаких проблем вырастут у вас вот такие красавцы индюшки в линьке ну вот принципе все что хотел рассказать много у меня там еще индюшат есть в сарае предыдущих видео я их показывал всем спасибо за просмотр до новых встреч на просторах ютуба а а а Субтитры сделал DimaTorzok